Владимир Борисович, на прошлой неделе вы рассказывали о немецких бомбежках курских железнодорожных станций во время Курской битвы в 43-м году. И обещали рассказать о налетах на другие стратегические объекты. Ну, в первую очередь, стрелками на карте были показаны стратегические мосты. В нашем провинциальном Курске, возникшем в древности при слиянии Тускари и Кура, было много мостов. Вот, к примеру, я насчитал от улицы Суворовской, вот до этого места, на Тускари, все мостов. Самарский, Безымянный, Каменный, о котором я рассказывал, Богданский, Гирюгинский. И вот здесь, у крупозавода, еще было два железнодорожных моста. По одному проходила одна колея, а по второму проходило две колеи. Какие из множества Курских мостов считали стратегическими? Ну, в первую очередь, это Киевский железнодорожный мост. Это Каменный мост на улице Дзержинского у стыка с улицей Добролюбова. Безусловно, Кировский мост, всем нам известный. Ну, и я бы еще прибавил, вот, пожалуйста, мы стоим у Барнашевского моста. В 1946 году я тонул в воронке у этого моста, которая осталась от авиационной бомбы. Ну, слава Богу, Тускарь был неглубокий, меня водой вынесло из этой воронки. Теперь Курянам малоизвестно название Каменный мост. Поясните о нем нашим телезрителям. Вот так у улицы Добролюбова на улице Дзержинского находился старинный мост. Когда-то здесь проходила Белгородская дорога. И в месте пересечения реки Кур находился дощатый узенький мосток. Так позже, когда сформировалась Херсонская улица, здесь был выстроен Каменный мост. И вот вам парадокс судьбы. Этот каменный мост пытались бомбить немецкие летчики, а я в 1948 году, отправляясь утром в мужскую среднюю школу номер 4, проходил и смотрел на немецких военнопленных, которые вместо временного деревянного моста сооружали новой бетонной. Во время Отечественной войны в Курске был важным и Кировский мост. Безусловно, очень важный мост, но в его судьбе были и трагедии. Когда фашисты в ноябре 1941 года входили в Курск с северной части, и как-то не выдержал командир саперов-подрывников, дежуривших у Кировского моста, и приказал его взорвать. А в это время по улице Перекайского еще спускались бойцы народного ополчения, которым, увы, пришлось вплавь перебираться на другой берег Тускари в холодных водах. А что стало с этим командиром? Да его тут же расстреляли, как немецкого лазутчика. В первые послевоенные годы трамваи, только что подремонтированные, конечно, требовали за собой особый уход. У одного из трамваев, спускавшегося по улице Перекайского вниз к реке, отказали тормоза. Он ринулся вниз к мосту, а там был поворот, и из-за этого поворота он слетает с моста, сбивает перила. Были жертвы. Теперь, когда мы видим два параллельных моста с колоннами машин, даже не хочется верить, что здесь случались такие трагедии. Но самой страшной трагедией для Курска во время Отечественной войны были налеты вражеской авиации. Так, накануне Курской битвы, 2 июня 1943 года, на город и его железнодорожные станции был осуществлен огромный налет фашистской авиации из 500 самолетов. В тот день наши славные летчики и зенитчики сбили 162 самолета врага, а Красная Армия потеряла 27 самолетов всего. Мог ли уцелеть в такой день, допустим, Семьский мост? Но мелкие мосты и мостки в Курске сохранились. Вот, допустим, Чёртый мост, который находился в районе нынешнего гипермаркета на улице Энгельса, он представлял для врага существенный интерес. А вот Звонский, Самарский, Коробчатый и другие мосты вряд ли. Мосты всегда играли огромную роль в жизни города. Безусловно. Вот я сейчас вспоминаю случай, далекий случай. Император Пётр I ехал в Одноколке вместе с генерал-полицмейстером Девьером по Санкт-Петербургу. В Новой Голландии царь увидел, что мост не имеет несколько досок. Тогда он приказал становиться, сказал Денчаку, чтобы перебрал доски для настила. И царской тяжёлой дубиной нанёс несколько ударов по своему генерал-полицмейстеру. И при этом он сказал, что это тебе прибавит память о попечении и содержании мостов. Более того, царь садится в Одноколку, приглашает генерал-полицмейстера сесть рядом с ним и сказал «Поехали, брат!»